Уж сколько длится спор между фанатами серии PES и FIFA, можно только догадываться. Они ни в какую не хотят признать очевидное, и с пеной у рта доказывают, что их любимая игра качественнее и реалистичнее. Лишь с одним согласятся все, закат нынешних систем консолей восьмого поколения неминуем. PlayStation 4 и Xbox One осталось 2-3 актуальных года, прежде чем уйти в тень свеженьких консолей. Всем интересно взглянуть в будущее и узнать, что ждет нас в мире Фудсима в ближайшие 7 лет. В какую сторону потянет EA и Konami. Но сначала нам нужно заглянуть в прошлое. Начать хочется с того, что переход на новые движки для канадцев и японцев никогда не давался легко. В особенности в этом не преуспели Konami, испытавшие все прелести перехода на новую технологию. В особенности можно выделить 2008 и 2014 года, когда вышедшие части Фудсимов выглядели сырыми, но игроки все равно приняли их с душой. Но и серию FIFA неудачи стороной не обошли, и у электроников есть опыт в неудачных релизах на новом железе. Взять, к примеру, FIFA 06 World Cup. На выходе игра получилась, мягко говоря, не такой, как ожидалось, и не дотягивала до уровня предыдущих частей. Из этого стоит вынести главную мысль. Никто не хочет рисковать, и это отчасти тормозит обе франшизы. Но недавно Konami заявила, что планирует сменить движок, но только в то время, когда появится новое поколение приставок. И даже в этом случае, на нынешнем поколении консолей, которым относятся PlayStation 4 и Xbox One, движок Fox Engine останется навсегда. А что насчет FIFA? Сейчас нет никакой информации о том, ждет ли новый движок для FIFA или нет. Но, скорее всего, фундаментальных изменений ждать не стоит. Frostbite для EA является основной платформой. Здесь возможны лишь незначительные косметические и неглубокие геймплейные изменения. Нам же остается лишь ждать и надеяться, что обе студии не допустят ошибок прошлого и выкатят с самого старта годные симуляторы. Поживем-увидим. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь, чтобы вовремя узнавать о новых выходящих видео на моем канале. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»